Привет, всем привет! Привет! Новиков, сегодня о тебе почему-то вспомнила. По-моему, у тебя давно не было моих эфирок. Ты где пропал? Привет, как дела? Да все в порядке вроде бы. Херсон, тоже привет. Какая красивая, спасибо огромное. Круто выглядишь. Спасибо. Привет, Толечка. Привет, Леночка. Привет, как дела? Когда суд будет? Ну, смотрите, сегодня я отнесла заявление в прокуратуру с жалобой. В течение 10 дней они должны мне дать ответ. Вот посмотрим, что будет в течение 10 дней. Если же и прокуратура откажет, то тогда я буду идти непосредственно в мировой суд. Даже так вспоминала, это очень приятно, так как всегда неотразимо. Спасибо большое, да, вспоминала. Мандазир и Юля вместе. Это сценарий? Ну, мне кажется, я не знаю, конечно. Мне кажется, что да, это какая-то домовская тема. Потому что Юля, грубо говоря, поменяла шило на мыло, да, как бы она была возмущена, что там Сережа Кучеров не такой, как бы ей хотелось. Но мне кажется, что Мандазир вообще не такой. Вообще, ожидать от него того, чего хочет Юля, каких-то перспектив, какой-то хорошего будущего, я думаю, что не стоит. И если Серега, он более сдержанный и более уважительно относится к девчонкам, то эта горилла, ну, я не знаю, я очень хорошо отношусь к Юле. И меня как-то смущает этот момент, Юля. Если это домовский сценарий, ну, окей. Ну, блин, капец, не знаю. Как дела, милая? Нормально. Приветик-приветик. Пятигорск, привет. Горловка, привет. Пятый квартал Бермуды, особенный привет. Рассказываю, как дела? Сейчас расскажу. Привет, Торешка, шикарно выглядишь. Спасибо огромное. Так, так, так. А кто-то уже отказывал заявление. Да, участковый. Участковый отказал от возбуждения уголовного дела, при том, что он не взял с меня пояснение. Он не взял пояснение с этой, как ее там, с Кимом на это. Он посчитал нужным без пояснения вынести постановление, которое я читала, но абсолютно не аргументированный отказ. Вот, поэтому жалоба на действия участкового и также в прокуратуру подано заявление об отказе, об отмене постановления об отказе уголовного дела, возбуждении уголовного дела. Аллочка, Аллочка, Кум, ты это? Привет. Оль, у тебя есть подруги? Ты ходишь ли? Куда тусить? Все у тебя скучно в жизни, мне кажется. То есть, если у тебя есть подруги, и ты ходишь кусить постоянно, это круто, это в жизни весело. В этом заключается веселье, что ты можешь гулять, фестивалить, кто-то пьет алкоголь, я просто не употребляю алкоголь, кто-то курит кальян, это весело. Ну, у каждого, наверное, свои понятия веселья. Насчет подруг у меня одна, один человек мне очень близкий, все остальные мне близки, просто знакомые. Знакомые или там хорошие товарищеские отношения. Да, я не хожу тусить по ночным клубам, я не хожу снимать там парней, да, я этого не делаю, и я не считаю, что моя жизнь скучна, если я не занимаюсь подобными действиями, не хожу на подобные мероприятия. Может, на слой Сережи? Может быть, на слой Сережи, может быть, она его хочет задеть и показать, что вот она еще кому-то нужна, хотя это глупо. Они не будут вместе, мне тоже так кажется, что они не будут вместе. Что за трек? Какой, вот этот или который был предыдущий? Смотрела сейчас вчерашний твой эфир, не делай пока грудь, может, лучше действительно после родов сделать Оль? Сейчас по поводу грудь мы поговорим, обязательно сейчас я посмотрю, если у вас есть какие-то вопросы. Ты, как всегда, красотка, спасибо большое. Привет, привет, Оль, как настроение? Хорошее настроение. Оль, привет. Охуеть, ну выглядишь, извини за мат, но от души просто. Элечка, спасибо большое. Как твоя нога, ребят, с ногой надо идти к доктору, не могу понять, что это последнее время, или это из-за погоды, или из-за чего. Какое-то обострение, очень валит нога, и мне сложно, если я посижу, то я сразу стою и хромаю. Ощущения ужасные. Привет, ты самая лучшая, будь просто счастлива. Светочка, спасибо большое, Оль. Ты когда жениха найдешь? Слушай, я, во-первых, никого не ищу, никаких женихов вообще не ищу, у меня есть мужчина, который за мной ухаживает. Все в порядке. Где ты находишься? Как в каком-то бункере. Туманная, и так музыка по стайлу. Я дома, я просто люблю приглушенный свет, я не люблю, когда горит очень ярко в доме свет, мне нравится приглушенный фонар. Да, играет музыка, я вот вместе с вами. Ты реально делаешь пиарно-бродяной? Это вопрос, а, это утверждение, что я реально делаю пиарно-бродяной? Ну, если вы считаете, что отстаивать свою честь это пиар, то пусть будет так. Оль, молодец, так держать, леди, спасибо. Ты ни о чем. Ну, ни о чем, так ни о чем, ребят, я не расстраиваюсь. Что хоть случилось, я что-то пропустила, оскорбления были, золотые слова, такой красоткой одной нельзя быть. Спасибо, молодец, у тебя сильно играет музыка. Сейчас сделаем, пишем. Вот оно, кстати, спрашивали про мои тусовки. Вот они, они у меня дома. Ты где, я дома? Ты только отбиваешь чужих мужей. А кого я отбила? Расскажите мне, пожалуйста. Есть у вас такие факты? Рассказать, что я отбила чужих мужей во множество. Нам счастливы еще. Давайте, я жду ваши факты. Олечка, хотела спросить, а ты сейчас в Москве живешь? Так вот, там можно продвинуться в модельном бизнесе. Только ответь, пожалуйста, мне это очень важно, хотелось бы посоветоваться. Я не знаю, я не двигаюсь в модельном бизнесе, поэтому мне вам сложно ответить. Приезжайте, пробуйте. Мне кажется, что все зависит от вас. Кто-то придет в агентство и продвинется по этому агентству, да, в модельном бизнесе, а кто-то придет и не продвинется. То есть все будет зависеть от вашего упорства, от вашего желания и вообще от вас самих. Смотреть на кого-то, у кого-то получается или у кого-то нет, и думать, ага, у него получается, значит, у меня получится, или же наоборот, у него не получается, у меня не получится, это глупо. Горловка передает привет. Горловке тоже плохо слышно, музыка громко сделала тише. Мне кажется, бородавка бабками откупится, но придется много потратиться ей. Чего вы добиваетесь этим конфликтом? Прилюдного, прилюдного извинения, да, публичное извинение. Пусть она в эфире это сказала, она пост написала. Вот пусть она в эфире скажет, что она была не права, и также напишет пост о том, что она не права. Улыбка классная. Спасибо, спасибо вам огромное. Не гуляешь, только отбивай чужих мужиков. А как можно не гулять и отбивать чужих мужиков? Я в доме не могу отбить чужого мужика, товарищи. Находясь дома, как вот вообще Алина или Айлана. Ладно, хорошо выглядишь, спасибо. Но за Юлию и макаки это вообще бред. Картавый блюдок на одном поле срать не съела бы. Выздоравливай, не запускай свою ножку. Спасибо большое, выздоравливай. Спасибо, спасибо. Дима Рапунтик действительно тебе пишет? Писал, писал мне Дима. Сейчас нет, мы не общаемся. Как бы я все, всю связь прервала. Как избавиться от крещей? Я не знаю. Правда, я не знаю. У меня не было проблем с этим. Надо вообще выяснить, от чего они у вас в первую очередь. Сдать анализы, пойти к дерматологу, узнать, от чего они. Я думаю, может быть, он вам не знаю, значит, если это переходной возраст, то вы никак не вылечите. Привет, привет, Олечка, это во всем браво. Спасибо. Ты просто, Бородина, завидуешь? У нее деньги, муж, дети, шикарная жизнь. А у тебя ничего нет, вот ты бестишься. Вы Ванга, Брунос. Вы не Брунос, вы Ванга. Можно к вам на приемчик записаться, пожалуйста? Про Бородину вашу никому не интересно и пофиг. Мы тебя любим, и я вас очень люблю. Я жду майские праздники. Любим, любим, и я вас люблю. Ребят, я не знаю, какой трек, о каком вы говорите. Треки, Господи, она никого не отбивала. Мужик пока сам не захочет, девушка не полезет. Так у меня даже не было ни в жизни, ни одного женатого мужчины. Ребят, успокойтесь, пожалуйста, я вас умоляю. Киска как съездила, Лилечка. Ну вот отдала, отдала документы, отдала жалобу, отдала заявление. Десять дней. Десять дней ждем. Если нет, то уже мировой суд. В Горловку когда? Иринка была вот только недавно, буквально первого, второго марта была в Горловке. Мужики сами некоторые не знают, что хотят, а потом баба виновата. Вот, пожалуйста. Да, на тусовку денег надо кучу. Может, ты и права дома лучше и спокойнее. Это дело даже не в деньгах. Ты в Туле? Нет, я в Москве. Да никого она не отбивала. Это сценария Дома 2. Даже с ней не целовались. Жаль, мне с ростом тяжело, они везде могут взять. А какой у тебя рост? Ты передвигаешься по городу на общественном транспорте? На общественном транспорте в том числе, потому что мы все прекрасно знаем, какие в Москве пробки. Особенно я помню, 7 марта. Не то, что было тяжело по городу передвигаться, было сложно передвигаться в метро. Я когда спустилась, я офигела просто. Ты делала пластику? Нет, я не делала пластику. Ахах, если бы это был не пиар, то ты бы просто изменения личные приняла. А ты на всю страну хочешь, фу тебе. Так, блядь, пусть она извинится, и мы закроем дело, ребята. В чем вопрос? Я тебя трахать хочу. Музыку... Еще тише, так, куда еще тише? Хорошего настроения, спасибо. Ты же понимаешь, что как закончится вся история с Барандиной, тебя все забудут. Вы в это верите, ребят? Или вам этого хочется? Когда в Донецк летишь, может быть, на Майске. У вас на Доме-2 забирают аккаунты в инстаграме? Да. Тебе нравится пара Милена и Безус? Милена вообще мне не нравится, вообще не нравится. Безус, да, Безус, не самим как, человек, нравится. Привет, Ольга, вы в Туле, я уже ответила, нет, я в Москве. Интересно, Димка, тебе правда нравился ли сценарий? Это была домовская тема. По поводу прыщей, надо пересмотреть свои рационы питания. Вот кто спрашивал, тоже хороший. Черника смешная. Какие средства для волос используешь, не думаешь, кудряшки делать? У меня сами по себе волосы кудрявые. Они у меня после того, как я помою ее кудрявое, выпрямляю. Но если сырая погода, снег, дождь, все, это хана. Привет, Олечка, дочка привет передает. Лейлочка, передай малышке огромный-огромный привет. Красиво, спасибо. Да, кстати, как волосы отрастить, какими средствами пользуюсь? Ну, это на ней от средств зависит однозначно. У меня сами по себе хорошо растут волосы. Я стригу кончики три раза в месяц. И, наверное, легкая рука мастера. Юридическое образование. Привет, ебанашка. Метр шестьдесят два роз мой. Ну, да, это сложно. Если какие-то, может быть, фотомодели. Может быть, попробуй. А что там в горлоке тишина или положение плохое, ужасное положение? Через десять дней не примут этот обед, Лиля. Приедем вместе. А почему, если ты с первого дня поняла, что там сценарий все равно был там? Потому что мне это нужно было. Как относишься к Юле и к Мандезиру, к их паре? Как к Юле я отношусь хорошо. Как к Мандезиру, Мандезиру вообще обезьяна. Горилла, орангутанк. Я не... Юлька, я... Если ты меня увидишь, я не знаю, почему так. Здравствуйте. Здравствуйте. На какой станции метро живешь? Какое образование? С кем общаешься с Дома-2? Который на проекте сейчас? Это Рита Ларченко, Илюха Яба, Тёма Сорока. На самом деле, суки, 4 утра, тебе привет, 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 привет. Почему не спим так поздно? Зачем тебе такой конфликт? Ты видела прямой эфир про тебя у Бородиной? Там, где она говорит, что моська на слона, да, это я видела. Все правильно делаешь, не у всех смелости хватает. Оль, по чесноку, как ты на проект попала? По блату? Ни по какому блату, просто пришла в кастинг-отдел и за 10 минут прошла к кастинг. За 10 минут общения я прошла к кастинг, вообще очень-очень легко. Красивая ты, не слушая всех своих завистников. Классная ты, девчонка, Анночка, спасибо большое. Оль, она быдло породена, она все гасит, типа крутая такая, на самом деле, ни гроша не стоит. Это счастливая женщина, у которой прекрасная семья, которая приезжает на работу и оскорбляет и унижает. Будут вы правы, я ненавижу Бородину. Почему Черника? Черника это, у меня фамилия была другая раньше, и из-за фамилии меня начали называть Черника. Почему ты там сидела, если там сценарий? Потому что мне так надо было. Привет, Оль, что ты такая правильная? Так, я уже сказала, как делишки? Так, дом 2 по сценарию. Придумали, чтобы ты подкатывала к Диме? Да, совершенно верно. Привет, любимая. Привет, привет. Домоскотем. Это такое ОПГ. Привет из Молдовии. Привет. В доме 2 все наиграно. Ты не работаешь? Нет, нет, нет. Может быть, тебе в МВД пойти работать? Не, не хочу. Похоже, там на доме 2 я в барах рулет. Бородина самая лучшая, чем ты. А ты проститутка, ты должна у нее прощения просить. Поняла? Ты быдло. Конечно, вот сейчас прям позвоню, я и буду просить у нее прощения. Распущен имя лучше. Так, про Мандезера согласна. Лелочка, я. Субтитры сделал вид обезьян. Какие существуют? Привет, привет. Не виноват, что рангутанг. Привет из Питера. Ермакова отбирают на Дон 2. Ермакова, да, она, по-моему, директор кастинг-отдела. Верю, с чувством Мандезера. Не особо. Собираешься в Питер? Я очень. Оль, в прошлый раз не получилось узнать, что, Оля, у тебя есть родители, где они живут? В Украине? Нет, они живут не в Украине, они живут в Донецкой Народной Республике. У меня есть мама, а папы моего жена, к сожалению, нет. Спасибо. Ребята, давайте жить дружно, хватит злости и ненависти друг к другу. Все общество стало как собаки. Валентини, очень крутое у вас замечание, но вы же понимаете, что они не будут добрее. Что бы вы ни писали, что бы вы ни говорили, как бы вы себя ни вели, даже Марина Априкантова, возьмем вот участницу Дома 2, который, ну, вообще, ну, просто, божий одуванчик даже на нее гонят, ну, бреют же. Сама говоришь, что там сценария, вот по сценарию Ксюша тебе все и сказала, да, но только потом она еще у себя в Инстаграм написала, поэтому это был не сценарий. Это Ксюшина реальное поведение, реально Ксюша себя так ведет. Она считает, что она выше крыши. Посмотрим. С Липецка, привет, привет, Липец. Была во Владивостоке? Нет, не была. Сами вы тварь, а не Бородина. Женщина, уйдите, пожалуйста, в прямой эфир к Бородино. Чего вы тут сидите по... Может, он плохо работает. Ну, ноутбук, я смотрю фильмы вообще без, без чего, без всяких запинок. Здравствуйте, Телла, здравствуйте. Так, ребят, теперь я хочу с вами поговорить по поводу мамопластики. Все-таки я решилась, я все-таки решилась, я пообщалась со многими пластическими хирургами, во многих клиниках я побывала. С докторами, и я все-таки приняла решение, что я хочу делать тебе мамопластику, как бы мне страшно не было. Я уже выбрала доктора, я выбрала клинику. И завтра я еду уже сдавать анализы. Завтра я уже начинаю подготавливаться к операции. Мне безумно все равно страшно. Звука нет, очень прикольная. Давайте я сейчас еще раз зайду и выйду. Вернее, выйду и зайду. Продолжение следует...